Есть основания полагать, что налоговики будут активнее интересоваться деньгами, которые граждане получают на свои карты. Попробуем разобраться, что может потребовать налоговый инспектор вне рамок проверки, а что нет. Представьте, что все могло бы быть по-другому, не так как сейчас. Какой жизнью вы бы жили. Здравствуйте, коллеги. Первая новость касается не только бухгалтеров, а любого, кому деньги на банковскую карту перечисляет не только работодатель. Есть основания полагать, что налоговики будут активнее интересоваться деньгами, которые граждане получают на свои карты. Минфин в очередном письме разъяснил, когда такие переводы могут попасть под подозрение. Итак, насчет разовых перечислений, например, возврат долга или подарок, переживать не нужно. Они инспекторов вряд ли заинтересуют. А вот если чиновники решат, что деньги перевели как оплату товаров или услуг, то могут попросить разъяснения у получателя. Главный вопрос, как это вообще можно проверить? Эксперты считают, что у налоговиков нет возможностей оценивать все потоки переводов не от работодателя. Но если на чей-то счет поступают регулярные платежи, то в первую очередь потребовать пояснения может обслуживающий банк. Так внимание привлечет ситуация, когда на карту человека регулярно приходят одинаковые суммы от разных лиц. Сразу же напрашивается вывод, что человек получает доход за свою работу или услуги. У вас там написано салон красоты. Мало ли что там на заборах пишут. Все же дамы уже делают ноготочки у маникюрши на дому. Подозрение вызовут и переводы, которые стабильно получает человек из одного и того же источника. Налоговики расценивают это как оплату за работу или аренду имущества. Например, один человек ежемесячно перечисляет другому по 30 тысяч рублей. Инспекторы могут проверить, каким имуществом владеет получатель, чтобы узнать, не сдали ли его в аренду. Ставим вашей квартире лайк! Лайк! Компании, которые опоздают подать документы о создании обособленного подразделения, дорого заплатят. Штрафы за неуведомления по обособки вырастут в 200 раз до 40 тысяч рублей. Изменения планируют внести в пункт 1 ст. 126 Налогового кодекса. Если поправки примут, штрафовать по-новому начнут с 1 января 2021 года. Как правильно заполнить сообщение в ФНС при создании обособленных подразделений смотрите в системе Главбух. Ссылка в описании. На выездной проверке инспекция может запросить любые документы, относящиеся к деятельности проверяемой организации, даже кадровые. Такие разъяснения опубликованы недавно на сайте налогового ведомства. Например, при проверке НДС могут попросить трудовые договоры, штатное расписание, должностные инструкции, приказы о командировках. Да, формально эти документы не связаны с исчислением и уплатой налога, но могут потребоваться для проверки реальности операций, связанных с заявленными вычетами, объяснили ФНС. То есть главное правило, запрашиваемый документ должен относиться к предмету проверки, все же соблюдается. Вне рамок налоговых проверок инспекторы могут запросить у налогоплательщика практически любые данные по любой сделке. Но ограничения все же есть. О том, на что имеет законное право налоговый инспектор, а в чем ему можно отказать, поговорим дальше. Здравствуйте, коллеги. Известно, что незваный гость хуже татарина, а хуже незваного гостя нежданные запросы из налоговой. Чтобы запросить данные по конкретной операции, ФНС не обязательно начинать налоговую проверку. Документы или информацию по любой сделке инспекторы могут затребовать и вне рамок ревизии. Сделать это позволяет пункт 2 статьи 93.1 налогового кодекса. Самое неприятное, что кодекс никак не ограничивает количество документов и информации, которые могут быть запрошены. В то же время инспекторы должны требовать данные, лишь когда в них есть обоснованная необходимость. В своем письме ФНС напоминает инспекторам о принципах целесообразности и разумности. Попробуем разобраться, что может потребовать налоговый инспектор вне рамок проверки, а что нет. За пределами налоговой проверки у налогоплательщика могут запросить документы только по конкретному договору. Это могут быть любые бумаги, которые стороны составляют, когда заключают и исполняют сделку. Например, сам договор, накладные акты приема-передачи также могут запросить выписки из налоговых регистров. Обратите внимание, требовать регистр целиком, то есть в части, которая не относится к сделке, инспектора не вправе. Еще инспектор может запросить документы по конкретному контрагенту за определенный период. В этом случае организация должна предоставить все документы по сделкам с этим контрагентом за обозначенное инспекторами время. Имейте в виду, вне рамок налоговых проверок инспекторы могут запросить лишь те документы, срок хранения которых еще не истек. А что же делать, если запрошенных документов нет в наличии? В этом случае отправьте в ФНС уведомление о невозможности представить данные. Форму уведомления скачайте в системе гламбух по ссылке в описании. Бывают ситуации, когда информация по сделке не содержится в конкретных документах. Например, сведения об обстоятельствах, при которых стороны заключили и исполнили договор. Если эти сведения нужны инспекторам вне рамок проверки, они запрашивают их как информацию. В ответ на такой запрос организация должна подготовить письмо в произвольной форме. Требовать аналитическую информацию, скажем, специальные расчеты, прогнозы, расшифровки инспектора не вправе. Также вне рамок налоговой проверки инспектора не вправе проводить выемку документов и экспертизу. И еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Причины своих требований ФНС указывать не обязаны. А вот по какой именно сделке запрашивают документы в требовании должно быть указано обязательно. Налогоплательщику должно быть понятно, что именно от него просят. Если же требования инспекторов не более понятны, чем наскальная живопись, направьте в ФНС заявление с просьбой уточнить требования. Но имейте в виду, срок исполнения требований налоговой 10 дней. Так что стоит написать еще и письмо с просьбой продлить срок, иначе вы не успеете. Нет гарантии, что срок увеличат, но впоследствии в суде это поможет уменьшить штраф за несвоевременное представление документов. А чтобы предоставить их вовремя и не платить штраф, заранее светить со сроками в таблице по ссылке в описании. Там же найдете рекомендации по подготовке к налоговым проверкам, готовые ответы на все требования ФНС и образцы всех документов, которые могут понадобиться при проверке. Не слабо, да? На сегодня все. Желаю вам побольше общаться с близкими и поменьше с налоговыми инспекторами. Если, конечно, это не ваш супруг. До свидания. Я приветствую вас на канале Главблог. Меня зовут Ирина Пегусова, я коуч, автор книги и онлайн-курса по созданию карты желаний. Карта желаний – это инструмент визуализации и достижения ваших желанных результатов. Это революция. Больше 10 лет я создаю карты желаний для себя и своих клиентов. Я видела, как реализуются желания, которые изначально казались совершенно невозможными. И сегодня вместе с вами мы сделаем первый шаг к вашим мечтам. Я иду побеждать. Я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Но все равно я иду за победой. Представьте, что все могло бы быть по-другому, не так, как сейчас. Какой жизнью вы бы жили? Где бы вы работали? Как бы вы отдыхали? Как бы вы проводили ваши будни? Какой образ жизни вы вели, если бы все могло быть совершенно по-другому? Представили? Теперь зафиксируйте в голове хотя бы несколько элементов такой возможной новой жизни. Вы хотите жить у моря? Вы хотите, чтобы у вас были более гармоничные отношения с вашей семьей? Вы хотите на спа-курорт, на отдых? Представьте себе это и зафиксируйте еще раз в вашем подсознании. А теперь вторая часть этого простого задания на ваши мечты. Запишите несколько маленьких действий, которые вы сделаете в течение ближайших 72 часов для того, чтобы приблизить реализацию вашей мечты в жизни. Абсолютно любые маленькие действия. Записаться на прием к косметологу. Посмотреть, сколько стоит ваша квартира мечты. Позвонить дальнему родственнику или забронировать, наконец, тур на море. Выполнение этих действий покажет, по-настоящему вы хотите то, что вы записали или же нет. Сделайте первый шаг к своей мечте и вы увидите, как уже завтра ваша жизнь изменится к лучшему.